Внимание на дороге, соблюдение скоростного режима и дистанции такие простые, но при этом очень важные нюансы, которые помогут избежать ДТП и нарушение правил при неожиданном препятствии на пути. Рассмотрим ситуацию, когда водитель перед вами резко затормозил или потерял управление. По словам специалистов, единственным верным решением будет плавно остановиться. В первую очередь я должен постараться остановить свою машину. Никуда не вилять, ни влево, ни вправо. Когда мы тормозим машину, сгораются лампочки. И если я вижу, или сбрасываю скорость, если я вижу, что ситуация не исправляется, я должен включить еще аварийную сигнализацию. Тогда задний будет понимать точно, что передо мной что-то там не так. Попытаться объехать препятствия по встречке – провальная тактика. Вы рискуете спровоцировать лобовое столкновение с другими автомобилями. В том случае, если водитель на вашей полосе заснул, потерял сознание или ориентацию в пространстве, он может в любой момент прийти в себя и попытаться вернуться в направление движения. Тогда решение обойти его по встречной также приведет к ДТП, виновником которого будете именно вы. Еще одна нередкая ситуация для саровчан – дикое животное выбежало на дорогу. В идеале нужно как можно раньше определить присутствие зверя на пути. Большая проблема, когда вылетает из кустов. И там, где стоят знаки «Осторожно, животное», надо обращать на них внимание. Если выскочило животное, опять же, стараться остановить машину. И обязательно, вот я еще раз настаиваю на том, когда вы начинаете тормозить машину, останавливать машину, включайте аварийку, потому что задний, особенно за гордом, летит так же быстро, как и вы. И он не понимает, почему вы начинаете тормозить. После остановки важно дать животному покинуть дорогу. Зрение у него устроено так, что яркий свет дезориентирует в пространстве. Если оно выбежало перед вами ночью, желательно убедиться, что вы не создаете помеху, выключить фары, оставив аварийный сигнал. После того, как путь будет чист, можно продолжать движение. Если все же вы стали участником аварии, объезжая или тормозя перед препятствием в городе или за его пределами, доказать, что вы не виноваты, получится только с помощью свидетелей и записи регистратора. И здесь тоже есть важное правило. Перед любой поездкой обязательно настраивайте корректную дату и время на видеоустройстве. Иначе подтвердить свою правоту будет гораздо сложнее. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.